По словам медиков, своевременное и правильное лечение, а также тот факт, что детский организм быстро идет на поправку, позволили избежать тяжелых последствий. Дети, пострадавшие в трагедии на Батуте, полностью здоровы. На сегодняшний день из шести детей, которые пострадали на Батуте, сегодня в больнице находилось двое детей и после обхода принято решение к выписке детей. Дети выписаны с выздоровлением, без последствий и без неврологического дефицита. Здоровье детей больше ничего не угрожает, а владельца злосчастного Батута впереди еще ждет наказание. А как обстоят дела с Батутами сейчас? Напомним, на следующий день после трагедии мы уже делали собственный рейд по городским Батутам. В этот раз мы вновь решили навестить развлекательные аттракционы, чтобы понять, а что изменилось. К примеру, представитель Поднебесной Ван Чан, он же Иван, работник Батута на Пионере, пожаловался, что количество желающих прокатиться на Батуте резко сократилось. У нас все безопасно, можно проходить, гадать с детьми. Людей много ходят к вам? Ну, после этого уже мало людей к нам, но они придут сразу, посмотрят, все, крепленное есть, нету, есть все, гадаю. По документам данный Батут соответствует всем необходимым требованиям, хотя на деле многие жалуются, что сам аттракцион постоянно грязный и при спуске из горки небрежно торчат куски склеенного материала. А вот Батут на юбилейно, по словам работников, моют каждый день. Хотя и тут в прошлый раз мы обнаружили проблемы. Те места, которые, вот где идет надув и работает мотор, должны быть ограждены. Почему у вас они не ограждены? Это где прописано, где-то. Собственники аттракциона с того момента проявили должное внимание к замечаниям и устранили нарушения. Впрочем, количество клиентов, по их словам, все равно резко сократилось. После вашего визита мы оградили все электроприборы, теперь у нас там стоит сетка и теперь все безопасно. Ну вот скажите, людей стало меньше ходить? Сколько ходило раньше и сколько сейчас? И повлияла ли вообще эта ситуация на посещение? Да, эта ситуация повлияла очень сильно. Раньше у нас в хороший день не ходило 130 человек в день, но сейчас 40-50 человек в день. Впрочем, не все родители относятся к Батутам скептично. Некоторые считают, что теперь аттракционы станут безопаснее. Ну, надеемся, что после этого случая там все сделали, закрепили нормально. Ну, то есть, в принципе, ходить можно? Ну, конечно. Наверное, меры-то приняли, больше не повторится такое. Меры приняли, но не все. Оказалось, батутная площадка на Саган-Марине после той трагедии так больше и не открылась. А аттракционы все так же лежат и собирают на себя городскую пыль. Но, наверное, это к лучшему. Ведь те, кто готов доказывать свою безопасность, в итоге действуют. А кто нет, просто бросают потраченные деньги на ветер. Роман Попов, Сергей Петров. Новости дня.